Приветствую! Если вы искали информацию о том, какой срок принятия наследства во время военного положения в Украине, вы могли найти три варианта ответа на этот вопрос. Первый вариант. Срок принятия наследства 6 месяцев. Второй вариант. Срок принятия наследства продлен на весь период военного положения. И третий вариант. Срок принятия наследства продлен на 4 месяца. То есть во время военного положения общий срок составляет 10 месяцев. Да какой же вариант из них правильный? Собственно говоря, в каждый момент времени они все были правильными. Потому что проблема в том, что изначально срок исковой давности у нас по Гражданскому кодексу, как мы все с вами знаем, 6 месяцев. Потом Кабинет Министров Украины постановлением номер 164 продлил этот срок на весь период военного положения. А потом они внесли изменения в эту постанову Кабмина 164 и сказали, что продлеваем только на 4 месяца. И мол, совокупный срок составляет 10 месяцев. И вот теперь, друзья, о чем я хочу вас предупредить, на что хочу обратить ваше внимание. Есть решение Верховного Суда. И Верховный Суд определил, каким же нормативно-правовым актом нужно пользоваться. Гражданским кодексом, либо постановлением Кабинета Министров Украины. И, соответственно, суд определил, какой на сегодняшний день срок принятия наследства. Давайте сейчас быстренько посмотрим, что сказано в решении Верховного Суда. Законодавец, как у статті 1270 ЦК Украины, так и в других нормах ЦК Украины, это Цивильный Кодекс Украины, не предбачает допустимості иснувания такой конструкции, как зупинение перебегу сроку на прийняття спадщины, та можливості в постанове Кабинету Министров Украины визначати інші правила щодо строку на прийняття спадщины. Пункт 3. Постанови Кабинету Министров Украины від 28 лютого 2022 року номер 164. Деякі питання нотаріату в умовах военного стану в редакції чинні на момент виникнення спірних правил відносин суперечить статтям 1270-1272 ЦК Украины, а тому не підлягає застосування. То есть, что сказал Верховный Суд? Те сроки, які установлены постановлением Кабинета Министров Украины, не подлежат к ісполенню. Не нужно ориентироваться на них. І, соответственно, отвечая на вопрос, какой же срок принятия наследства во время военного положення, є тільки один правильний ответ, який підтверджен на сьогоднішній день Верховним Судом. Шість місяців. Поэтому, друзья, пожалуйста, ориентируйтесь на позицию Верховного Суда в этом вопросе. Поскольку, если вы затянете и не примете, не подадите заявление о принятии наследства вот в этот шестимесячный срок, то может оказаться так, что в итоге вы просто не сможете принять наследство. Что делать в тех случаях, если вы находитесь за границей? Как вам принять наследство, находясь за границей? Нужно сделать несколько шагов. Шаг первый. Нужно написать заявление о принятии наследства. Шаг второй. Нужно обратиться в Консульство Украины, в той стране, в которой вы находитесь, и заверить подпись, вашу подпись на этом заявлении. После чего вы отправляете это заявление нотариусу в Украину. Какому нотариусу нужно отправить? В принципе, сейчас разрешается отправлять любому нотариусу. Но я бы рекомендовал все равно отправить тому нотариусу, который находится ближе к месту принятия наследства. При этом, друзья, как мы понимаем, сейчас могут работать не все нотариусы. Поэтому вы что делаете? Вы знаете, где открылось наследство, то есть где находится, допустим, тот дом, та квартира, которую вы хотите получить в наследство. Вы смотрите, это же по карте, по Google Maps, можно посмотреть, где ближайший нотариус. Звоните этому нотариусу, выясните, работает он или нет. И после этого ему по почте отправляете свое заявление о принятии наследства. И этого достаточно, чтобы в дальнейшем потом вам получить соответствующее свидетельство и принять, соответственно, наследство в свою уже собственность. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. И на нем вы найдете много других полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok